МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это была работа проделана 7 месяцев. Мы переубедили директора этого предприятия о том, что у нас в Бесарабском районе и в Бесарабке будет лучше, что я им предоставлю людей, которые хотят работать на этом предприятии. С ее стороны было обязательство, что минимальная заработная плата будет 2, 2,5 тысячи лей, а максимальная будет 7. С просьбой разрешить ориентатору заключить договор субаренды с предприятием-инвестором, примар Бесарабянский обратился в районный совет. Но вопрос так и не был включен в повестку дня, что вызвало возмущение советников от ДПМ и нашей партии. Мы категорично против исключения этого вопроса. Для чего? Наконец-то есть инициатива определенных людей, наконец-то есть предприятие-инвестор, которое хочет создать 100 рабочих мест. Мы не должны ставить препоны, мы должны сделать все возможное для того, чтобы привлечь инвесторов. Просто надо сдавать, чтобы эти люди работали. Действительно, то, что есть здесь, что они имеют долги, надо посмотреть, сколько долгов имеют. И пусть они заплатят одну часть, а остальные поступили, чтобы рассчитаться. У социалистов и либерал-демократов были свои аргументы на этот счет. Они предложили отложить рассмотрение вопроса до тех пор, пока не получат ответ от руководства предприятия «Динамик Текстиль» об его планах по погашению долга за аренду помещений. Господин Кириллян, мы этот вопрос обсуждали на юргической комиссии, на бюджетной комиссии. Мы же так говорили встать, что будет написано письмо, чей тридцать дней этот человек должен будет нам ответить. Если чей тридцать дней он не отвечает, мы с данным лицом разрываем контракт. И спокойно сможем заключить контракт уже напрямую. Почему мы даже через десятое лицо заключать с кем-то контракт? Уж потом какие мы будем от этого плюсы иметь? Нельзя подождать эти тридцать дней. Мне кажется, в течение одного месяца ничего не изменится. В результате вопрос не был рассмотрен на сессии районного совета. Валентин Чимпоеж считает, что причина этого – в его разногласиях с представителями других партий. Я понимаю, что у кого-то играют амбиции, но с семь месяцев проделанная мной работа по инвесторам, получается, что вся эта работа на смарку. Я обратился сегодня к советникам, чтобы они внесли этот вопрос. Но этот вопрос был советниками игнорирован в очередной раз. Это те советники, ничем не отличающиеся от прошлого созыва. Они играют только против нашего города. Но я обещаю всем жителям нашего города, как и говорил на предвыборной кампании, я приведу инвесторов, приведу рабочие места. И этот вопрос, который сегодня они отклонили на этом заседании, я буду лично его уже курировать. Нравится это кому-то или не нравится, но я займусь этим вопросом уже. Руководители районной администрации, в свою очередь, утверждают, что не против привлечения инвестиций и открытия новых рабочих мест, но предпочитают действовать не спонтанно, а взвешивая свои решения. Почему сегодня это предложение не было принято? На заседании комиссии мы пришли к выводу, что нужно обратиться еще раз с письмом к «Динамик Текстиль», потому что мы заключили с ними контракт на аренду помещения сроком на 20 лет. Дадим им 30 дней на выплату долгов за аренду. Если они выполнят свои обязательства по контракту, районный совет примет решение разрешить Сонбас Сервича заключить контракт с этой фирмой «Арцереле». Если в течение 30 дней деньги за аренду не будут перечислены, мы расторгнем контракт с «Динамик Текстиль» и напрямую заключим контракт аренды, чтобы не иметь дела с посредниками. Мы не против того, чтобы там работали люди, и там вот эта фирма работала. Мы хотим с этой литовской фирмой разрывать наш договор, заключить напрямую с этими, кто сейчас работает, чтобы люди спокойно себе работали. Но мы не можем передавать субаренду тем людям, которые за все время нам не заплатили ни одной копейки. Мы за то, чтобы рабочие места сохранялись. И я лично ездил туда буквально две недели назад и смотрел, как люди работают, говорил с руководителем, в принципе, нас все устраивает. Мы хотим, чтобы там развивалось, и мы будем обязательно делать, чтобы развивалось. Но должно быть все в рамках закона. И мы им поможем, чтобы с ними напрямую заключить договор, чтобы они напрямую с нами работали, и спокойно будем им помогать. Несмотря на то, что решение об аренде недвижимости пока не принято, швейный цех в помещении бывшего завода «Мизон» уже начал действовать. Сейчас там работает порядка 30 человек.